Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В процессе работы возникают вопросы, мы потом собираемся, вот на таких выездных совещаниях и решаем. Семинар совещания по вопросам мобилизационной подготовки. Мы на сегодня у нас в городе имеем современный спортивный зал для игровых видов спорта, имеем две суперсовременные баскетбольные площадки. Большой праздник баскетбола в Десногорске. Кольца будут устанавливаться, соответственно, подводы будут на кольца выходить. Ремонт фонтана. Второй сезон народного музыкального проекта «10 песен атомных городов». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 27 энергоблоков, 9 энергоблоков в ремонте, суммарная мощность 23 774 мегаватта, суммарная выработка 124 747 000 000, что составляет 104,2% к заданию ФАС. О техническом состоянии станции сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, суммарная нагрузка 1996 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ, до окончания ремонта 85 суток. Выработка электроэнергии с начала августа составила 952 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 28 миллионов. С начала года выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 616 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Вопросы мобилизационной подготовки атомной отрасли обсудили участники отраслевого семинара-совещания, который прошел на Смоленск-АЭС. Он объединил более 70 представителей предприятий Росатома, руководителей и специалистов мобилизационных подразделений и отделов. Участники семинара подвели итоги функционирования системы мобилизационной подготовки на предприятиях госкорпорации в текущем году, обсудили задачи на предстоящий период. Также для них было организовано практическое занятие непосредственно на площадке Смоленской атомной станции с демонстрацией нашими специалистами выполнения первоочередных мобилизационных мероприятий. Такие мероприятия мы проводим ежегодно. И они планируются даже не у нас в госкорпорации, они планируются на правительственном уровне и находятся под контролем правительства Российской Федерации. Ценности Росатома позволяют нам на высокой эффективности решать задачи, связанные с обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Здесь, на Смоленской атомной станции, мы убедились в том, что все практические вопросы, необходимые для этого, решены в полном объеме. И Смоленская атомная станция, она готова в полном объеме выполнять все мобилизационные задачи, поставленные правительством Российской Федерации. По мнению начальника отдела мобилизационной подготовки Смоленской АЭС Сергея Кузьмина, прошедший семинар – это своего рода уникальное мероприятие, которое помогает совершенствоваться в работе. Уникальность его заключается в том, что предприятия госкорпорации от Дальнего Востока до западных границ Российской Федерации, мобработники, прибыли на нашу площадку. Программа у нас была очень сжатая, очень плодотворная. Очень много актуальных проблемных вопросов по направлению мобилизации и мобилизационной подготовки обсуждалось, решалось. Я хочу сказать, что все люди, которые сюда прибыли, они получили полные, развернутые ответы по данным вопросам. Цены с прошедшего семинара также высоко оценила инженер мобилизационной подготовки и мобилизации Кольская АЭС Елена Линецкая. В процессе работы возникают вопросы, мы потом собираемся, на таких выездных совещаниях решаем, прорабатываем, как лучше. Может быть, какие-то документы в комплексе разработать для нашей работы. Конечно, вещь очень полезная. Самое лучшее впечатление. Очень много сделано для безопасности. Город Смоленск и близлежащие города, и страна в целом может спать спокойно. С 24 по 25 августа Смоленщина станет столицей баскетбольного движения России. 24 августа в Десногорске состоится чемпионат Росэнергоатома по баскетболу 3х3 среди мужских команд российских АЭС. А 25 августа сильнейшие команды атомщиков-баскетболистов станут участниками международного кубка 3х3, который пройдет в Смоленске во Дворце спорта «Юбилейный». Соревнования организованы в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» концерна «Росэнергоатом» совместно со Смоленской АЭС, администрацией Десногорска, Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». На сегодняшний день у нас в этом соревновании подтвердили участие пока 7 команд, мы ждем подтверждения от 8-й. Это станции Нововоронежская АЭС, Курчага-Курская АЭС, это Калининская АЭС, наши, естественно, команды, это Сосновый Бор Ленинградская АЭС, это Заречный Свердловская АЭС и команда концерна. «Концерн проводит по привлечению работников именно в занятии спортом. И самое главное, почему? Потому что наши кадры – это люди, люди, которые эксплуатируют. Вот продлить срок возможности человека работать, возможности, это может только спорт, других нет возможностей. И это очень хорошо, что у нас в концерне это понимают». «На протяжении четырех лет у нас развивается вот этот замечательный проект, наше сотрудничество с Центром спортивной подготовки «Динамо Росатом», с концерном «Росэнергоатом», с филиалом Смоленской атомной станции. «И за эти четыре года достигнуто очень много. Мы на сегодня у нас в городе имеем современный спортивный зал для игровых видов спорта, имеем две суперсовременные баскетбольные площадки. Это партнерство продолжается, развивает обороты. Надеюсь, что совместными усилиями все у нас получится, все планы и задачи поставлены, будут выполнены. И наши жители смогут приобщиться и к здоровому образу жизни, и к игровым видам спорта, ну и кто-то может захочет заниматься баскетболом более профессионально». В открытом голосовании за благоустройство общественной территории максимальное количество голосов набрал фонтан на центральной площади города. Большинство десногорцев хотят видеть его обновленным и освещенным лучами огней. И вот долгожданные работы по реконструкции фонтана начались. Когда он вновь украсит центр города и будет нас радовать, смотрите в следующем сюжете. С 15 августа строители приступили к подготовительным работам по реконструкции фонтана в центре города. Первым делом они очистят поверхность чаши от старой керамической плитки, уберут часть мощеной брусчатки, чтобы проложить трубы для подачи в фонтан воды в землю. Насосы будут располагаться в специальном техническом помещении. Светодиодная подсветка будет запитана от источников 12 и 24 вольта. Все это обеспечит безопасность эксплуатации фонтана. «Шуб стоит. Это шкаф управления фонтаном, работы фонтана. Вместо него его снесут, сделают побольше, насосы все туда уйдут. Здесь будут проведены трубопроводы под низом, под землей, и выходить на фонтаны. Кольца будут устанавливаться соответственно, подводы будут на кольца выходить. В чашу фонтана насосов не будет. То есть это будет безопасная работа фонтана. Светодиодные будут фонари, и будут они играть с фонтаном вместе, будем так говорить. Там же струя будет меняться, и свет тоже будет меняться. Чуть-чуть запоздали с началом строительства, потому что договор долго заключался, контракт. Значит, с 15-го числа начали, и должны закончить с 7-го сентября. С 15 августа по 7-го сентября. Значит, день города у нас 9-го сентября. На день города фонтан должен работать, и будет работать. Я очень надеюсь на это. И приглашаю жителей города посетить. Фонтан будет красиво. Средство на ремонт фонтана выделила Смоленская атомная электростанция. Аукционную реконструкцию выиграла строительная фирма из Барнаула Алтайского края. Сэкономленные средства будут направлены на ремонт сцены. В 2017 году десятилетие «Росатома» было отмечено народным музыкальным проектом «10 песен атомных городов». Он объединил талантливых людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах присутствия Государственной госкорпорации «Росатом». В мае этого года был дан старт второго сезона «10 песен атомных городов». Информация об этой радостной новости разлетелась по всем городам присутствия Госкорпорации «Росатом». Жители активно выбирали новые 10 атомных песен и присылали заявки на участие во втором сезоне проекта. Было прислано свыше 200 заявок на участие, отдано около 10 тысяч голосов из 21 города за любимые песни. Поставлено более 500 лайков и сделано 300 репостов в социальных сетях. Концерт участников проекта «От Десногорска» состоится 24 августа в 19.00 возле администрации города. Приглашаем всех желающих! Уважаемые десногорцы и гости города! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе на этой неделе. 22 августа в 18.00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. 24 августа в 11.00 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона состоится открытие чемпионата акционерного общества концерн «Росэнергоатом» по баскетболу 3х3 среди мужских команд АЭС. 25 августа на баскетбольной площадке 4-го микрорайона в 20.00 пройдет демонстрация российских фильмов в рамках всероссийской акции «Ночь кино». К трансляции будут представлены фильмы «Танки», «Последний богатырь», «Рубеж». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова